Это проект Дата, с вами Николай Пивненко. Сегодня 2 апреля. Международный день детской книги. Его утвердил в день рождения великого сказочника издания Ганса Христиана Андерсона Международный совет по детской книге. Сегодня день единения народов России и Беларуси. 2 апреля 1996 года президенты России и Беларуси Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Беларуси. Итогом этих процессов стало создание союзного государства 8 декабря 1999 года. Сегодня же всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Мероприятия, которые ежегодно проводятся 2 апреля, направлены на привлечение внимания общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, только на 2017 год в мире аутизм диагностировался у одного ребенка из 160. У родившихся в этот день опять же Ханс или Ганс Христиан Андерсон. Родился в 1805 году. Поэт-драматург, знаменитый писатель-сказочник. В советской России сказки Андерсона часто выпускали в сокращенном и переработанном виде. Отечественные переводчики вынуждены были любое упоминание о Боге, цитаты из Библии просто убирать. В 1840 год в этот мир приходит Эмиль Золя, французский писатель. Он был одним из ведущих французских деятелей XIX века. Основатель школы натурализма создает цикл из 20 романов, в котором повествуются о жизни Франции во времена Второй империи. Произведения Эмиля Золя неоднократно экранизировались, а такие его романы, как «Дамское счастье», «Западня», «Тереза Ракенжер», «Миналь» и многие другие стали классикой французской литературы XIX века. 1875 год в этот мир приходит Уолтер Перси Крайслер, автомобилестроитель. В 17 лет он служил помощником у машиниста поезда. К 22 годам получил диплом механика, опять же в железнодорожной отрасли. В 33 года стал управляющим на Чикагском направлении железной дороги. В 37 лет менеджером по производству Бьюик и, наконец, в 50 лет владельцем собственного автомобильного завода. Крайслер? Есть Крайслер? 1916 год, день рождения Олега Лунстрыма, композитора и дирижера. Правнук шведского подданного, внук забайкальского лесничего, сын преподавателя гимназии Олег Лунстрым родился в Чите, а вырос в Маньчжурском Харбине, куда отец уехал работать преподавателем числе советских специалистов. Джаз в жизни Лунстрыма появился совершенно случайно. Олега интересовала музыкой, он даже поступил в музыкальный техникум по классу скрипки. Но однажды, в 1933, отправляясь на встречу с друзьями, он перебирает новые пластинки. В Харбине с западными записями было довольно просто. И натыкается на пластинку некоего Дюка Электона. Начинается его джазовый путь. О событиях этого дня. 1718 год. Петр I создает тайную канцелярию для расследования особо важных государственных преступлений. До ее создания в стране существовали военная разведка во время боевых действий и архаичные учреждения для обеспечения государственной безопасности. К моменту появления тайной канцелярии у нас спецслужбы, в значении близком к нашему сегодняшнему пониманию, уже существовали во многих странах мира. Так что Петр I тоже это немного, но подсмотрел. 1790 год. После 12 лет тюремного заключения и года, проведенного в сумасшедшем доме, Маркиз де Сад был выпущен на свободу. Через 11 лет его снова арестуют, и он будет помещен в тот же сумасшедший дом, который станет его пристанищем до конца жизни. Маркиз де Сад, французский аристократ, политик, писатель и философ. Был проповедником идеи абсолютной свободы, которая не была бы ограничена ни нравственностью, ни религией, ни правом. Основной ценностью жизни он считал утоление стремлений личности. 1794 год. В исполнении распоряжения французского конвента о формировании воинской части воздушных шаров в 1793 году создается первая в мире авиакомпания Аэростайрс. Спустя два месяца воздушный шар с наблюдателем впервые использован в разведывательных целях. Донесения сыграли значительную роль в ходе многих успешных битв и осад французской армии. 1912 лайнер Титаник выходит в море для проведения ходовых испытаний. Они проходят успешно. 1966 советский спутник Луна-10 стал первым в мире космическим аппаратом, который облетел Луну. Полеты работа станции рекордно. Международная авиационная федерация подтвердила своими дипломами три достижения. Мировой рекорд массы, доставленный на лунную орбиту. Космические модели. Абсолютный мировой рекорд продолжительности активного существования автоматической станции на лунной орбите. Мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной орбите. В общем, суперрекордная станция. Ну и самое последнее. 2 апреля 2004 год. Сообщается о создании и испытании устройства, которое может быть прототипом аппарата, повышающего творческие способности головного мозга человека. Новинка получает название «думающая шапка». Принцип работы таков. Машина магнитными импульсами воздействует на определенную часть мозга, в результате чего у некоторых людей могут обнаружиться скрытые таланты. Судя по всему, так и начинался искусственный интеллект, о котором так много сегодня говорят. Но никто пока это потрогать не может. Хотя кто знает. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.